Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и это Утренний отбор. К видео про утконоса было несколько просьб в комментариях рассказать о еще одном удивительном австралийском животном, о ехидне. И вот сегодня я постараюсь выполнить эту просьбу и рассказать вообще о ехидне как о животном, а также о научных новостях, которые с этим животным связаны. Итак, кто такие ехидны? Это однопроходные млекопитающие. Они интересны тем, что сохраняют множество черт рептилий, очень необычное такое сочетание вроде млекопитающие, но с чертами рептилий. Открыта была ехидна в 1792 году Джорджем Шоу. Она была им описана. И поначалу, когда он познакомился с этим животным, он решил, что это какой-то такой колючий муравьед. Но, собственно говоря, некоторое время в науке существовало такое название у ехидны колючий муравьед. Но потом впоследствии выяснилось, что к муравьедам они никакого отношения не имеют и что их ближайшие родственники это утконосы. Обитают эти животные, как из названия вполне понятно, в Австралии. У ехидны есть еще компания в семейство ехидновые. Помимо австралийской ехидны входит еще и проехидны, которые обитают в Новой Гвинеи. Их три вида. В общем, такой очень отряд небольшой, однопроходный, утконосы и вот эти товарищи колючие. Но ехидну переназвали. И в общем, на самом деле, мне не очень понятно, откуда взялось название ехидны, потому что, если мы вспомним свою мифологию, то ехидна довольно зловредное такое чудовище, которое сочетает в себе черты женщины и змеи. Если же мы посмотрим на австралийскую ехидну, кстати, вот в витрине за мной, вы можете ее увидеть, то, в общем, существо довольно милое и ни на женщину, ни на змею не похоже. Это, скорее, какой-то гибрид ежа с муравьедом, потому что колючие, в то же время питаются муравьями. И ротовое отверстие очень маленькое, укусить она никого не может. И это отверстие нужно для того, чтобы при помощи длинного языка с липкой слюной захватывать основную свою пищу муравьев и термитов. Надо сказать, что если утконос это животное крайне редкое, то ехидне в этом смысле больше гораздо повезло. Она широко распространена по Австралии и, в общем-то, этот вид не вызывает сейчас опасений ученых в смысле его возможного исчезновения в ближайшее время. А все дело в том, что ехидна невероятно экологически пластична. Она, в принципе, может жить практически в любой среде. Они встречаются от гор до пустынь, практически везде они живут, потому что действительно у этого животного много таких прекрасных свойств, которые позволяют ему выживать практически в любых условиях. И вот такая фраза «в воде не тонет, в огне не горит» — это как раз про ехидну, потому что действительно ей это очень свойственно. Надо сказать, что если говорить об эволюции вообще однопроходных, то это очень древняя группа млекопитающих, которая отделилась рано от общего ствола порядка 187 миллионов лет тому назад, судя по последним исследованиям. И линии утконоса и ехидны разделились около 55 миллионов лет, то есть они достаточно долго тоже изолированы находятся. Считается, что у ехидны были предки водные, которые вели примерно такой же образ жизни, которые ведут сейчас утконосы. Что им досталось в наследство от водных предков? Ну, во-первых, они великолепно плавают. Вообще, когда ехидна идет, она кажется крайне неуклюжей, трудно себе предположить, что такое животное будет хорошим пловцом. Между тем, они способны преодолевать даже довольно большие водные преграды и чувствовать себя в воде замечательно. Кроме того, они обладают электрорецепцией. Но зачем электрорецепция утконоса? Понятно, в водной среде она прекрасно работает, но ехидна живет в воздушной среде, и вроде бы электрорецепция не сильно ей нужна, но это такое наследство от водных предков. Правда, рецепторов у нее гораздо меньше, чем у утконоса, меньше в 100 раз. То есть если у утконоса 40 тысяч рецепторов, то у ехидны всего 400. Но, тем не менее, они все-таки есть. Еще одно наследство, которое ехидна унаследовала от водных предков и которое ей очень даже пригодилось, это то, что в ее скелетных мышцах и сердечной мышце есть очень много такого белка, который называется миоглобин. Это белок, который способен удерживать кислород в большом количестве, и такое содержание белка есть только у животных, которые приходят на длительное время нырять. Например, у китообразных и у ластоногих. То есть этот белок позволяет в мышцах создать резерв кислорода, и животное на долгое время может задерживать дыхание. Ехидна надолго не ныряет, но благодаря содержанию миоглобина в большом количестве в ее мышцах она способна очень длительное время выдерживать большое содержание углекислого газа в окружающей среде. И это ей очень нужно, потому что она нередко скрывается в норах и может проводить там довольно много времени, и поэтому там падает количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа. И кроме того, это же помогает ей пережить пожары. Когда происходят какие-то пожары, крупные лесные пожары, то ехидна закапывается в почву и в грунте впадает в состояние оцепенения, и вот этот миоглобин как раз позволяет ей пережить такие неблагоприятные условия среды. Что еще интересно, у ехидны очень низкая температура тела. Ее температура тела порядка 30-32 градусов. Это, пожалуй, самая низкая температура тела среди всех млекопитающих, и это тоже, наверное, приближает ее немножко к рептилиям. При этом надо сказать, что ехидна вообще не любит, когда температура окружающей среды слишком высока, и температура порядка 35-37 градусов уже может быть для нее летально. Поэтому она старается скрыться куда-то или под землю, или в какие-то корни, в пустой ствол дерева забраться. В общем, какое-то укрытие, чтобы избежать вот таких неблагоприятных температур. У ехидны есть очень интересные анатомические особенности, о некоторых из которых тоже хотелось бы рассказать. Во-первых, у ехидны очень развита мускулатура. И хоть животное вроде бы маленькое, а длиной ехидны максимально может достигать 50 сантиметров и весит порядка пяти килограмм, но при этом очень сильное животное. У нее очень мощная мускулатура, которая опоясывает все ее тело, очень мощные конечности. И известны даже такие случаи, когда ехидну запирали в каком-то помещении, и ехидна, например, могла передвигать холодильник по комнате. В общем, задача нетривиальная для такого маленького вроде бы существа. Но при этом такие сильные мышцы, такие сильные конечности помогают ей очень разрушать, например, термитники твердые для того, чтобы добраться до своей основной пищи насекомых. Еще один интересный факт. У ехидны очень хорошо развит мозг по сравнению даже с утконосом, например. Мозг у нее размером примерно с мозг кошки, и при этом на 50% он состоит из неокортуса или, как это еще называют, серое вещество. То есть ехидна с точки зрения мозга очень развитое животное, очень развитое и может быть способное к какому-то сложному даже обучению. Еще, если головной мозг у нее хорошо развит, то со спинным мозгом некоторые проблемы. У ехидны, наверное, тоже самый короткий среди позвоночных спинной мозг, он закачивается на седьмом грудном позвонке. Вот такая вот интересная особенность. У ехидны отличное обоняние, и именно обоняние в основном позволяет ей находить свою добычу. У нее, кстати, неплохой слух, а вот со зрением не очень хорошо. У нее из рецепторов только палочки, то есть ее зрение оно такое сумеречное и ночное. А вот обоняние очень хорошее, если опять-таки сравнивать с утконосом, у нее очень крупная обонятельная луковица, и рецепторов обонятельных 693, а у утконоса 299, то есть разница довольно солидно, больше чем в два раза отличается. Потрясающий совершенно язык, его общая длина 25 см, то есть половина длины тела, при этом высовывает она его на 18 см, язык очень подвижный. Род ехидны называется тахигвоссус на латыни, что в переводе означает быстрый язык. Действительно это так, она совершает быстрое движение языком, захватывая свою добычу. В основном это, конечно, общественные насекомые. Диета ее муравьи и термиты, как я уже сказала, очень своеобразная, и поскольку зубов у животного нет, то перетирает она насекомых, прижимая их корнем языка к небу. У ехидны, как и утконоса, практически, можно сказать, нет желудка, не вырабатывается соляная кислота, и в основном переваривание пищи происходит в кишечнике. Ехидна, как я уже сказала, способна впадать в спячку и пережидать в спячке самые неблагоприятные условия. А что для нее неблагоприятные условия? Либо неподходящая температура, либо если, например, нет пищи. Она на какое-то время может впадать в такое состояние оцепенения, при этом температура ее тела падает до 4-5 градусов. Если у ехидны вдруг появляется рядышком какой-то враг, чаще всего таким врагом оказывается, если не человек, то динго, то ехидна невероятно быстро закапывается всеми лапами в грунт. У нее потрясающие совершенно когти. Они длинные и широкие, они прекрасно приспособлены для копания. И кроме того, на задних конечностях есть еще очень длинный один коготь, который длиннее всех остальных примерно в два раза. Он используется ехидной для груминга, для того чтобы ухаживать за своей кожей, потому что длинные колючки, попробуй-ка тут почешись. А почесаться приходится, потому что у ехидны одни из самых крупных блох, это блохи длиной в 4 миллиметра. Вот такие вот, в общем, неслабые паразиты. Теперь очень интересные сведения о том, как происходит размножение у ехидн. Долгое время это оставалось такой загадкой для ученых, но теперь мы уже знаем, что процесс размножения у ехидн очень неординарный. Вообще ехидны, они такие животные-одиночки. Они хоть и не территориальные, но группами не собираются, а собираются лишь в период размножения. Тогда за самкой увязывается целый поезд из самцов, как правило, их 5-6, и они следуют за ним таким паровозиком. Впереди идет самка, за ней следует несколько самцов. Причем состав этого паровозика может меняться. Какие-то самцы могут отделяться от поезда, какие-то могут присоединяться, и длится это в течение 4 недель. Паровозик периодически останавливается, животные кормятся, отдыхают, потом двигаются дальше. И вот приводит это всё к тому, что ехидна, в конце концов, самка готова к спариванию, и тогда она просто ложится плашмя на брюхо на землю, а самцы начинают вокруг неё кружить, при этом вырывая вокруг самки траншею. Глубина траншеи может достигать 25 сантиметров. И когда траншея вырыта, начинается выяснение, кто тут главный. Ну вот бывает игра такая царь горы, а это царь траншеи. Самцы начинают друг друга пихать. Задача выпихнуть соперников из траншеи, и в результате остается только один победитель, который испаривается с самкой. Ну и тут, конечно, стоит сказать про пенису ехидны. Он действительно совершенно феноменальный. Он составляет четверть длины тела. Вы можете сами прикинуть, если длина ехидны 50 сантиметров. И у него четыре головки. Правда, одновременно действуют только две, две остальные не активны. Но, тем не менее, всё-таки тоже такое впечатляющее анатомическое деталь. После того, как ехидны спарились, беременность длится около трех-четырех недель. После этого самка откладывает яйцо. При этом она ложится на спину, подворачивает вверх заднюю свою часть, где находится клоака, и яйцо попадает в особую складку. Эта складка похожая на сумку кенгуру, которая формируется только на период заботы о потомстве. Яйцо попадает в эту складку, и ехидна его вынашивает в течение десяти дней. Происходит инкубация этого яйца. Яйцо очень маленькое, оно похоже на виноградинку. Оно с такой эластичной оболочкой и длиной примерно полтора сантиметра. Через 10 суток вылупляется детеныш, и он выглядит абсолютным зародышем. Он очень маленький, он практически прозрачный. У него почти не развиты задние конечности, но довольно хорошо развиты передние, и это ему нужно для того, чтобы добраться до молочных полей. У ехидн, как и утконосов, нет сосков, и малышам приходится просто слизывать молоко. Он там добирается и находится в сумке довольно длительное время. Что касается молока, это тоже необычайно интересно. Во-первых, молоко у ехидны розового цвета, поскольку в нем содержится много железа. Во-вторых, состав молока меняется очень сильно. Дело в том, что ехидна сначала носит своего детеныша в сумке, и он там может питаться в тот момент, когда ему это необходимо. И потом у детеныша где-то через два месяца начинают отрастать иголки, и, как вы сами понимаете, колючего малыша носить, в общем, не очень-то удобно. И тогда ехидна оставляет его в норе и возвращается к нему периодически раз в 5-10 дней и кормит его. Возникает вопрос, а как вообще детеныш не умирает от голода, когда его мать кормит так редко? Все дело в том, что меняется коренным образом состав молока. И если поначалу в молоке всего чуть больше одного процента жира и почти 8 процентов белка, то потом, когда детеныш уже остается в норе и мама кормит его так редко, состав молока кардинально меняется, и в нем уже 31 процент жира вместо одного, представляете, и 12 с лишним процентов белка. То есть получается, что самка кормит своего детеныша таким настоящим сгущенным молоком, в котором очень концентрированы питательные вещества, и оно уже внешне напоминает скорее не молоко, а скорее какой-то густой крем или зубную пасту, например. Еще интересно, это вот из последних, пожалуй, таких новостей, связанных именно с антопроходными. Оказывается, их молоко обладает очень высокими антибактериальными свойствами. Вероятно, это связано с тем, что молоко сочится прямо по шкуре животного, по его меху, и, соответственно, это совершенно необходимо, чтобы детеныш выжил, иначе детеныш мог бы чем-то заболеть, поскольку, в общем-то, санитарные условия, наверное, не самые подходящие для малыша, слизывать молоко прямо с шерсти взрослого животного. И когда ученые стали выяснять, что же такое есть в молоке однопроходных, которое позволяет ему быть таким антибактериальным, оказалось, что там есть особый белок. Этот белок имеет своеобразную структуру, он похож на кудрявые локоны, поэтому ученые назвали его в честь известной актрисы белок Ширли Темп. И планируется искусственно синтезировать этот белок и использовать его в борьбе с супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Надеюсь, что все получится и действительно удастся этот белок синтезировать в таких промышленных масштабах. Еще немножко о детенышах. Ехидные, они удивительные совершенно. У них есть свое собственное название, они называются пагвы. Они очень милые и смешные, растут очень быстро, очень быстро набирают вес. И, как я уже сказала, через два месяца мать оставляет детеныша в норе и периодически возвращается к нему и кормит. Детеныш постепенно обрастает колючками, глаза его и уши открываются. И лактация продолжается вообще у ехидны в течение семи месяцев. То есть еще пять месяцев детеныш сидит один в норе и видит маму, примерно раз в неделю. Вот такая вот у него судьба детенышей ехидны. В последнее время ученые очень заинтересовались генетикой ехидны, очень интересно всего нового понаоткрывали. И их интересовало, насколько сильно геном однопроходных отличается от генома других млекопитающих, потому что группы разделились очень давно. И выяснили, какие из генов претерпели наибольшее изменение. Ну, например, всем хорошо известно, что у однопроходных сложный комплекс половых хромосом. Если у человека 2 половых хромосомы, у утка носа 10 половых хромосом, у ехидны еще интереснее. У самок 10 половых хромосом, у самцов 9. То есть у них на 1 у половую хромосому меньше. Ученые пытались выяснить, как вообще такое сложное определение пола могло возникнуть. И пришли к выводу, что скорее всего, были некие, еще у предков до разделения утконосов и ехидны, у предков была такая большая кольцевая хромосома, которая впоследствии разделилась на фрагменты. И вот получилась такая очень сложная система определения пола. Кроме того, мы говорили, что у однопроходных нет зубов, а вот предки их были зубастыми, у них были зубы. Но в процессе эволюции однопроходные современные частично утратили гены, которые отвечают за формирование зубов. То есть из 8 генов осталось только 4. Они также утратили в значительной степени те гены, которые отвечают за пищеварительные ферменты. Но правда, один из самых важных генов, который называется NGN3, сохраняется. Еще интересно, что у рептилий, например, есть такой ген, который отвечает за синтез белка витологенина. Этот белок необходим для того, чтобы формировался желток в яйце. И у млекопитающих этого белка нет, зато есть много казеинов различных, которые входят в состав молока. А вот у однопроходных сохраняется одна копия этого гена, у рептилий три копии гена белка витологенина. У однопроходных сохраняется только одна копия действующая, которая все-таки есть. Ну и еще интересно, хемирецепция. Как мы уже говорили, у этих животных очень своеобразный тип питания, они питаются насекомыми, и у них, соответственно, немножко изменилось ощущение вкуса. Если у большинства млекопитающих 25 копий гена, которые отвечают за опознавание горького вкуса, у утконоса 7 копий, а у ехидны всего три осталось. Интересно, что подобное же изменение произошло, например, у панголинов, которые по типу питания очень похожи на ехидны, они тоже питаются в основном муравьями и термитами. Ну и еще одна интересная новость, которая показывает нам, что ехидны не только интересны, но еще могут быть полезны для науки и для медицины. Оказалось, что, быть может, они помогут человечеству побороть такую страшную болезнь, как диабет второго типа, справиться с этой болезнью. Дело в том, что в кишечнике, и у нас в кишечнике, вырабатывается такой белок, который называется глюкоподобный пептид. Этот белок, его выработка в кишечнике служит сигналом для выработки инсулина поджелудочной железой. И инсулин, как вы знаете, он регулирует уровень глюкозы в крови. И у этого вещества есть одно такое свойство, оно очень неустойчиво и довольно быстро разрушается. Этот же пептид есть и у однопроходных, но он оказался гораздо более устойчивым, стойким и длительное время существующим. А связано это, по всей видимости, с тем, что помимо того, что этот белок также участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, он еще, помимо этого, например, входит в состав яда утконоса. И, по всей видимости, вот такая двойная роль этого вещества, она и привела к тому, что его структура несколько изменилась, он стал более устойчивым, более стойким. Ну что ж, друзья мои, на сегодня о ехине, пожалуй, всё. Я хочу вам напомнить, что, во-первых, у нас есть детский канал, и там мы отвечаем на детские вопросы. И детский вопрос, это не обязательно вопрос, который исходит от ребенка. Может быть, и вы задаете себе иногда простые детские вопросы. Но, например, совсем недавно наш палеонтолог Ярослав Попов рассказывал о том, зачем динозаврам хвост. Если вам тоже это интересно, вы можете зайти и посмотреть интересное, довольно забавное видео на эту тему. Пожалуйста, не забывайте присылать нам свои новые вопросы, не забывайте подписываться на нас и сжать колокольчик. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. И ждём вас в нашем музее, надеюсь, в скором времени. Всем пока! Да, а разбудил вас сегодня храп ехидны. Ехидны, храп ехидны. Да, и мы с вами отправимся в хранилище и посмотрим экспонаты, которые у нас там хранятся. У нас там есть ехидны очень интересные. Идём? Я же рассказывала, как у меня ребёнок один раз вопрос. Ну, тянет руку во время экскурсии. Говорит, я знаю, знаю, почему ехидну так назвали. Я говорю, ну почему? Она смеётся так. Хе-хе-хе. Интересно, что проехидны питаются в основном дождевыми червями. Они живут в более влажном климате, а эти в основном муравьевыми термидами. Вау! Ёлки-палки! А посмотри, какой хвост шикарный. На этой видно прям отлично. Хвост у них как сковородка. А проехидна вообще называются ещё эти короткоклёвые ехидны на английском языке, да? А вот проехидны называются длинноклёвые ехидны. Видно, кстати говоря, очень хорошо видно. Почему? Потому что действительно клювы гораздо длиннее. Да, ну прям шикарные. А проехидны действительно намного крупнее. Посмотри, какая она здоровая. К сожалению, не так себя хорошо чувствуют, как ехидны в Австралии, потому что проехидны, к сожалению, малочисленные и есть опасность, что они могут исчезнуть. А вот ехидна, она молодец, она себя чувствует неплохо. Ты посмотри, какой хвостище. Видишь? Ой, а у этой даже язык выснулся. И уши хорошо очень видно. И шикарный, шикарный хвост. Ой, у этой есть шпора. Оно только как щетинка. Посмотри, очень хорошо здесь видно. Я по этим шпорам даже самцов и самка определил. На пяточке. И здесь тоже хорошо видно. Довольно крупные. Они у ехидны не ядовиты, у них нет бедренной железы. То есть у предков, очевидно, была, а ехидны в результате. Ух ты. Да нет. Можно заглянуть в нос ехидны. Ну вот и за что ее назвали ехидной? Такая симпатяга. Да, необразованность. Просто симпатяга. Хотя есть предположение, что это ехидна, съешь по-гречески. Скорее всего, довольно так. То есть, поскольку она все-таки на ежа похожа сначала ехидна, а потом как-то получилось так, что стала ехидной. А вот это как раз когти, которые для груминга. Когти вот тут лучше видно. А шпора тоже здесь, кстати, видно. Вот они разной степени лохматости. Удивительно, что раньше несколько. Блин, какая острая. Ой, ты вообще вот этот длинный когуть. Смотри, какой огромный. Да, чесать от блох. Передняя это все просто копательная. А вот задняя, ну смотри, на этом пальце как когто. Ну на втором самый длинный, да. На этом острый. Потом три мало-мало меньше. И еще и шпора. Он будет очень хорошо. Швейцарский нож. Все? Замечательно. Как здорово.